Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 7, стихи из 21 по 23. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, не вся глаголями Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но, творяй, воля Отца Моего, иже есть на небесех. Мно зерекут мне во он день. Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчество вахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом? И тогда исповем им, яко не коли же знах вас, отидите от меня, делающий беззаконие. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. В Нагорной проповеди Христос объяснил своим ученикам и другим слушающим Его цель кратковременной земной жизни человека, указал и средства к достижению этой цели, а в конце проповеди опять напомнил им, что только исполнение Его заповедей и добрые дела могут привести их к желаемому. Так Господь указывает. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Господь обличает видимость молитвы, лицемерие веры, оторванной от каждодневной жизни, соблазн тех, кто слывет благочестивым, у кого имя Божие все время на языке, но чьи поступки не соответствуют красивым речам. Господь настойчиво подчеркивает необходимость согласия между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Блаженный Иероним Стрейдонский поясняет. «Как ранее Господь сказал, что имеющие внешний покров доброй жизни не должны быть принимаемы по непригодности их учения, так и теперь, наоборот, утверждает, что и тем, которые, хотя и сильны чистотой веры, но живут бесчестно и чистоту учения нарушают злыми делами, вера их не приносит пользы. Ибо рабам Божьим необходимо и то, и другое, чтобы дело подтверждалось словом, а слово выражалось в деле». Таким образом, не всякий может войти в Царство Божие, но лишь тот, кто исповедует Спасителя своим Господом, вместе с тем исполняя волю Божию, выраженную в законе, то есть ведет жизнь сообразную с волей Божьей по его заповедям, жизнь добродетельную, а значит, приносит добрые плоды. Приводя ссылки лжепророков на свои чудеса, Спаситель замечает, «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Архиепископ Оверки Таушев замечает, «О каких чудесах они говорят? Может ли ложный пророк совершить чудо?» Нет. Но Господь посылает свою помощь по вере просящего, а не по заслугам человека, выдающего себя за чудотворца. Лжепророки же приписывали себе дела, которые совершал Господь по своему состраданию к людям. В действительности же пророчества, чудеса и изгнание бесов происходили только через призывание имени Христова и совершались ради пользы видящих и слышащих. Так, например, Саул, Валаам и Каиафа пророчествовали, не зная, что они говорят. Даже и фараону Навуходоносору, и его сыну Валтасару, хотя они были самыми нечестивыми и приступающими закон, Бог возвестил будущее ради управления другими. Сыновья Сикивы по свидетельству книги Деяний апостолов изгоняли демонов. Ведь об апостоле Иуде повествуется, что будучи предателем, он среди прочих апостолов совершил многие знамения. Но это, конечно, не спасает, если человек не заботится об исполнении заповедей. Сыновья Сикивы по свидетельству книги Деяний апостолов изгоняли демонов. Ведь и об апостоле Иуде повествуется, что будучи предателем, он среди прочих апостолов совершил многие знамения. Но это, конечно, не спасает, если человек не заботится об исполнении заповедей. Среди тех, кто не признавал божественное происхождение Христа и использовал его имя для оказания чудотворного воздействия на одержимых бесами людей, было множество шарлатанов. А потому в судный день Господь отвергнет лжепророков, сказав, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть для тех, кто обманным путем использует его имя, придет день расплаты. Их подлинные мотивы станут явными, и они будут изгнаны от присутствия Бога, поскольку эти люди приступали нравственный закон. Рассуждая о словах Спасителя, святитель Кирилл Александрийский пишет, «Это слово направлено против тех, кто вначале право уверовал и усердно совершенствовался в добродетели, так что творил знамение, изгонял демонов и пророчествовал, впоследствии же совратился ко злу и при том по добровольному, жалкому произволению и устремлению. Ибо если он говорит, «Я никогда не знал вас», то значит, жившего вначале добродетельно, а в итоге утвердившегося во зле он приравнивает к тем, кого вообще никогда не знал. Бог говорит, что знает тех, кого любит, а любит он всецело уверовавших в него и творящих ему угодное. Все вышесказанное обращает внимание на то, как важно исповедовать Бога не только на словах, но и посредством своего образа жизни. Не трудно повторять наизусть молитвы, но трудно вести христианский образ жизни. Вера без воплощения ее в жизни является лишь словами, а любовь невозможна без послушания. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что без веры невозможно спастись, потому что именно на ней основывается все человеческое и духовное. Но вера мертва без дел, равно как и дела без веры. Пусть же то, что мы истинно веруем Христу, будет явлено на основании наших добрых дел во славу Божию и соблюдение Божьих заповедей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!